Ну что ж, дамы и господа, продолжаем. Фнатик против Рокс. Третий, финальный матч. Группового этапа D2 Western Challenge, Best of 3. Счёт 1-1. Отыгрались, Фнатик. За первый матч. Так, ну и что мы здесь видим? Ликан инвокера в бане инвокера. Надоело команде Фнатик. Забирает себе опять Кентавру, ну а Рокс берут себе Эмбр Спилит и получает себе ещё и Дазла. Виспас Нагой забанили. Ну что, опять Скин Тауэр для Фнатик. Посмотрим, как в этот раз у Трикси пойдёт. В прошлый раз он неплохо отстаётся у Элэйн. Чуть ли не на фрифарме там, находился против инвокера. Сейчас будет Эмбр Спилит с Дазлом от Рокс. Посмотрим, отправят ли их на дабл мид. Не удивлюсь, если так сделают. Мы это видели. В игре против команды Лайонс. А пока появляется Мирана для Ахани. Сразу бан Дарксира. Ну и посмотрим, появится ли опять Тинни. То есть, я так представляю, Мирана достанется Хани и будет ещё какой-то кэрри потенциал. То есть, не Тинни, не так Луна. И в любом случае Фнатик уже пик весьма сильный. И Кентавр с Мираной заходит просто невероятно удачно. Думаю, это от бана Мирокс. И Тинни хотелось бы забанить, и Луну хотелось бы забанить. И в общем, что ей сделать, пока не совсем понятно. Плюс самим чего-то нужно насобирать. У них первый пик после банов. Для начала банить Шадоу Демона. Ответный бан Тринта. Шадоу Демона плюс Мирана. Это всё понятно, это всё известно. У самих есть Дазл, в принципе, Шадоу Демон уже не нужен. Ну и здесь банят Бэйна. То есть, исключительно по связкам Камера не прошлись. Но какой там будет кэрри, похоже, абсолютно не волнует. Сейчас Рокс. Им сейчас лучше себе что-то удобное собрать. И такой вопрос, будет ли это Луна? Будет ли это... Появляется Абадон. Ну, ещё один товарищ, который может цейвить. Почему нет? Стрелы будут летать. Абадон будет с щитами всё это хозяйство снимать. Теперь Фнасик пора показывать своих саппортов. Посмотрим, кто у них будет. Появится ли кто-то вроде Рубика. Появят ли. Веншу Спирит, но можно попробовать Луну сейчас перехватить. На самом деле, я не удивлюсь, если в этом драфте она объявится. В прошлые практически все матчи Луна сидела в бане. Сейчас её банить не стали, но... Почему бы не взять? Для Фнатика она подходит идеально. Если, конечно, они не хотят сейчас опять взять Тинни попробовать. Посмотрим. Ну, тем не менее, у Фнатик минуты 10 времени. Пока можно всё продумать, поразмыслить. Так, ну я напомню, что на этой неделе последний матч у нас сейчас. Вернёмся потом мы только во вторник. Будем досматривать игры Роксов. Тинни. Фнатика решили, что работает, не трогай. Опять берём Кентавру, Мирану Тинни и продолжаем. Здесь появляется Элдер Титан. Как бы Магнус не появился, как бы Рокси не продолжили свои эксперименты в этом плане. Я думаю, был бы не лучший вариант, на самом деле. Рокси надо придумать, как проживать. Все эти бурсты. Есть теперь Даззл, который будет давать гравы. Есть и Бадон, который будет спасать. Два хила имеется, что Шадоуэ, что Мист Койлы будут лететь во все стороны. Пять секундов осталось. Было бы неразумно. Фнатик, буквально 20 секунд. Осталось только двое саппортов. Вариантов много. Здесь хоть Рубика бери, хоть кого. Шадоу Шаман опять тот же самый. Почему бы и нет? Хватать Эмбер Спирит удерживать. В общем, вариантов много. Лич. Вот кого давно не видели. Но в то же время очередной сильный герой. Сильный лейнер. Замечательный ультимейт. Фнастик. Все герои имеют огромнейший тимфайт потенциал. То есть, это и блинка Кентавра будет напрыгивать, всех бить. Либо нажимать свою кнопку. Это и ганки смылает Шедо Сумираны. Ну и синий, который будет бросаться с Кентавром, если что. Если у того, будут проблемы с блинком. Личу будет достаточно нажать свою кнопку. Там уже куча малу. Свой комок забросить. Так, ну что, последний бан для Рокс. На Лича они посмотрели. Понимают, что Лич может, в принципе, даже с Кентавром постоять. Обезопасить там и фарм. Сейчас хотелось бы для Мирана какого-то саппорта. Здесь, в принципе, хоть даже в Энджфол Спирит. Бери, либо Шадо Шамана. Десераптор, тем не менее. Последний банат Фнастик. Банить ли Луну сейчас? Такой вот вопрос. Стоит ли бояться сейчас Луны? На самом деле, учитывая весь прокаст команды Фнастик. Что они с Кнопки будут убивать их подряд. Кнопки эти будут откатываться очень быстро. Что ТОС. Что Фрост Бласт. Что все остальные. Вот эти вот неприятные, сильно домашние сплы. Баня Стардара. Дазл, Бадон, Стардар. Это все мы прекрасно видели. С Татар Титаном. Рокс нам уже показывали. Ну и Рокс теперь руки развязаны. Хоть Луну убрать, хоть кого еще. Посмотрим, будет ли это Магнус. Будет ли рисковать Рокс. Но на их месте я бы. По Астерексу так сделать. Батрайдер. Вот про кого забыли. Как-то я прям удивляюсь, что всю эту серию Батрайдера забывают. То его банят во второй фазе, то его совсем забывают. Вот как сейчас. До конца. Про него никто не вспоминал. Однако, что это значит? Это значит, что во-первых, Рокс получает, конечно, замечательный инструмент для инициации. Но стоит понимать, что инструмент для инициации в любом случае есть с Эмбр Спиртом. Ну а теперь у Рокс огромные проблемы с тимфайт потенциалом. Батрайдер будет относить кого-то одного. Допустим, хватает он. Уносит. Допустим, того же самого Тини. Я не думаю, что Тини будет убивать за ультимейт Батрайдера. Ну а дальше пойдет такой прокаст ответный, что самим Рокс останется только бежать. Ну и плюс, если матч затянется за 30 минут, вот на этот случай есть еще и Гирокоптер. Саппорт Гирокоптера, на самом деле. Одного Эмбра в первую позицию ставить не лучшая идея. Ну сейчас посмотрим. Возможно, есть какие-то наработки в Рокс. Под Ауро. Под Миницармор будет пытаться рейс БЗЗ. Но опять им придется отыгрывать очень четко, не допускать практически ни одной ошибки, чтобы можно было как следует подраться. Здесь у всех героев тимпает потенциал, у всех какой-то Ауи. В общем, у Фнатик их мне нравится в разы больше. Хоть Батрайдера достался и не им. Ждем, когда появится пропал куда-то товарищ Годблак. Так, ну что, поехали. Страна Резинент, Рокски, Соло, Батрайдер, похоже, отправляется на оффлейн, купил себе ботинок. Ёл, Дазл, Эмбер Спирит, БЗЗ, посмотрим. Нет, не идут они на мид, они отправляются на Абутен Сидой. Эдер Титан и Гоблак Абадон. Так, ну что, Гоблак, как я понимаю, будет стоять, если просто прикрывать Амбут Райдера. Возможно, не лучшая идея. Меньше опыта достанется Соло, но тому в любом случае фарм немного важнее. Опыта Блинк Даггер все равно обычно появляется позже, чем ультимейт. Нет, все-таки Дай Сидой идет на мид. Интересное решение, не так уж часто мы видим Элдер Титанов на миде. Но в то же время, если расформить Элдер Титан, если будет боевой Элдер Титан, он с успехом может, в принципе, заменять даже такого семикэрри в мидгейме. Собирает урон с вами спиритом, собирает ему спид, ну и идет с вами степлером, просто рушит лица. Стоит Сидой ждет блокировать, не встает здесь. Очень многие пускают этот момент, что так удобнее блокировать. Так, ну и товарищи Фнатик, Канни на Кентаври, на Тейл, саппорт Геррокоптер, здесь Флайн на Личе будет поедать крипов, ну и Трикси на Миране. Эра, опять же, на Сине. Два танка в нее зарядили, да, Лисарю? Ну что, два Лайни с обоих сторон. Придется сейчас фармить БЗЗ, обнаружат, что там Лич и Мирана, и Лич с Мираной начнут убивать уже, как только по третьему уровню получится, скорее всего, по третьему, по четвертому. Появятся вторые фростбасты, и житья на Лайне не станет совсем Эмбер Спириту. Хольд здесь, правда, невидимый ел. Посмотрим, что он успеет сделать. Ну а Сидой на Миде против Кентавра. Кентавра выставляет на Мид, то есть не стали давать Мирана теперь. Достается Трикси. А Нотель начинает здесь сделать свою тратата, заставляет тратить мангу блока на ШЛД. Эти товарищи здесь воюют, но воевать они смогут сколько угодно. Оба плотные, друг друга им пробить, но вряд ли получится. То есть я думаю, самое интересное будет именно вот на этом Лайне, где потенциал для убийства появится буквально со вторым уровнем. Можно, конечно, попробовать здесь и БЗЗ подцепить, но посмотрим. У ФНАТик Лайны мне пока что нравится в разы больше. Буквально пару уровней и потом уже можно все гонять. Даже на Миде можно будет гонять спокойно Сидого. Товарищу Ханни, то есть как только появляется второй Дабл Эдж, как только появляется Транкл Бутс, можно будет уже по Клдану этот Дабл Эдж на Сидого прожимать. Тот, конечно, фармит. Шесть скрипов имеет, но, в принципе, пять скрипов и у Ханни. Так, на Тейл. Загорелся Соло. Начинает здесь все поджигать, но как минимум. На Тейл отпугнул. Гирокоптер пока что вылетает на руну. Ботинок у нее есть. У нее задача очень простая. Прилететь, дать Рокет Бараш. Конец истории. Выбегает там в район Сидо. И просто тратата сделал. От вышки наполучал на половину ХП, ну и сразу же отходит. Не совсем уверен, зачем он так делал, но, видимо, ждал, что прибежит Трикси и даст стрелу его мечты. Это просто не случилось. Трикси по пути пофармил немного, находит еще и Йола с Йолом здесь пытается бороться. Приходит и БЗЗ. Как бы сейчас не было проблем у Трикси, на самом деле, но есть фростбласт. Теперь же неприятности у БЗЗ. БЗЗ начинает их привязывать, начинает их пилить. Бежит за Дазл, чтобы не получить стрелу. Трикси пока что не тратит, а стрелу не тратит лип. Отпивается в итоге сарвей просто БЗЗ. Расходится. Не стал усердствовать Трикси. Соло здесь практически на фрифарме. Из-за Баддона начинает постепенно швыряться скрипами. Возможно, скоро начнет наседать. Так. Просто хуфстомб. Чтобы съедаю себя здесь не чувствовал спокойно. Так, ну что, Лич, не делится он опытом совсем. Отходит он подальше, съедает кирпа. Опыт не достается Трикси, но Трикси здесь забирается опыт, то есть в итоге все в плюсе в любом случае. Второй фростбласт уже имеется Трикси. Давайте посмотрим. Четвертый нужный мой уровень для второго Старшторма. Ну и можно будет ловить там Даззла пытаться убивать. У Йолу нет Грейва. Про это, конечно, нет информации, но попытка не пытка. Забегает в лес. Даззл сразу же убегает. Он чуть ли не иномит и убегает. Понимаешь, что сейчас к ним придут его. Смогут убить с очень большой вероятностью. У Йолу нет. Ботинка Флай прям-таки бежит, гонит этого Даззла. Трикси. Ману пока не тратит. Так, на Соло похоже. На базу он слетал. Купил себе Транклбут. Сейчас все еще 0-0. Так, выходит. Выходит на тыл. Пошел. Ракет бараш, полетела ракета. Соло, конечно же, получает Афотик Шилд, но ракета все равно даст. Сейчас танк. Не забегает, наверное, на нем два стака стики на Памо. Ману просто потратил на Тейл. Распугал здесь. Так, надеюсь, пошла зварушка. Проблема Флайя. Огромнейшая проблема. Притом, убивает Лича сразу же БЗЗ. Четвертый урной был Эммер Спирит, но сейчас уже получит пятый. Подловили Лича. И Скрипл продолжает летать, но толком ничего. Фнатик здесь так и не делают с этим Бэтрайдером. Гавлак приглядывает за Соло. Ханни только-только себе доделает Транк и Бут, но в то же время первый по крипам наравне, в принципе, с Сидем. В фарме отпадало четыре крипа у каждого на пятой минуте. Показатель весьма неплохой. Ну и можно ловить Трикси. Поймали, но Трикси отпрыгивает. Теперь же Дальф Росбласт на стрелу все-таки наступает БЗ, там дал свой разгон кентавров и начинается имитаться. Мирана отбегает подальше, чтобы не дать добились здесь случайно, не добил ее Даззл. Понимаешь, наверное, тикает. Пользом тащи, один ударом получил Даззл и Трикси погибал. Бежал он. Не просто так. Здесь, похоже, параллельно на топе блокад заварушка, все ходят без ХП, но толком так никто и не погиб. Похоже, не ожидал БЗ, что на эту стрелу попадет, там действительно хитбокс был очень странный, что прям-таки краешком стрелы зацепило, как-то вот так вот. Но все же стамп прошел. Так, ну что, разменялись. Давайте посмотрим, как теперь дела. Седой перп на торс, на втором месте кентавр. Кентавр начинает перемещаться. В поле смотрят руны. Руна достается в итоге Трикси, у которого есть бутылка. на тыл, слетал на базу и приносит сарву для эра, что мана ему залезть еще. Совсем здорово, так, прилетает, прилетает на тыл, пошел на соло, соло ботинок сломан и под стан он не попадает в итоге. Даже стану не было, мана не хватало в эра. Как-то с этим бутрайдером никак не справиться, то есть задача была бы попробовать этого бутрайдера убивать чуть ли не каждый кулан, но это пока что не происходит. То есть блинк будет все равно очень быстрый. Понятно, что блинк быстро будет и у Кентавра, но посмотрим, кто инициативу успеет перехватить в мидгейме. Так, здесь неприятно все БЗЗ. Стампит прожали, стрела полетела, БЗЗ пытается крутиться и опять наступает на стрелу. Он видел, что он избегает стрелы и развернулся опять же на нее и наступил. Тоже опять с краешком хитбокса, очень странно так зацепляет стрела, но это уже такое дело. Хватает рикси на фейсбус, если хочет он себе собрать. Личь тем временем уже шестого, есть уже Чейн Фрост. Ну а БЗЗ перемещается на топ. Два раза он погиб на ботлейне. Лейн действительно очень серьезный так здесь. Находит на тыла. Загорелся Бэтрайдер. Убить Бээра. Привязали вместо этого на тылу, но тот острелит своим ракетом. Приходится танковать Бэтрайдера. Прохиливает. Миран нажимает невидимость. Приплекивает сама Мирана здесь. Гоняет Габлака. Габлак, похоже, будет единственной жертвой. Нет, попался еще Бэтрайдер. Габлак задынает себя Мисткоилом. Успел между тем сгореть еще и Гирокоптер, но Бэтрайдера все-таки потеряли. Стрела в Седову. Эра пока что живет. Эра прячется. Сейчас должен погибать. Он отпознен дальше. Посмотрим, погибнет ли. Ну и наконец полетел Чейн Фрост. Чейн Фрост по троим попадает. Убили Седову. Убили БЗЗ и гонят. Теперь уже Йола. Рокскиз потеряли всю команду в этом предприятии. Йола здесь точно не уйдет. Отлично, отыграл, конечно, Габлак себе с Денайл Он Мисткоилом. Продамажил при этом Гирокоптера. Гирокоптер из-за этого погиб. Но Фнацк очень шутро со всем справились. Тинни там в углу сидел, просто выживал, прожимал стик свой и молился. Остальная команда пошла и давай всех убивать. Четвертый уровень уже Гирокоптер. Так, ну и где не видим? Вот он, невидимый Ханни. Ждет, когда придет сюда БЗЗ, но на Эт Лейн вообще больше никто не ходит, потому что здесь слишком много смертей. Урокс. Соло теперь отправляется в лес делать себе стаки. Вот как раз ходит Хентар, на это все дело смотрит, блокирует стак. Находит Соло. Убьет его Соло. Двинул на Даблэджем и последок топором об голову. Есть параллельно, теперь уже Гирокоптер. Смотрит на Седо, Седой постоял на миде, конечно, неплохо он фармил. Купил себе Фейсбутс, но на этом пока что все. Фейсбутс бутылка, это все, что у него есть. Гентар готов набегать на миде, здесь проблема у Флая. Флай дает, Фрозбас, все, что он мог, он сделал. Ну а дальше уже дело с Гентаром. Бз, должен погибать за точку, действительно погибает у Габлака, включается ультимейт. Габлак прохилит с неприятностью на тыл, на тыл, должен погибать, Позный тач стикает. Ну не хватит урона уже, Позный тач не такого большого уровня. 17 хп, между прочим, осталось, второго уровня Позный тач. Ну и пошел убийца Брашан, раз такое дело, да. Ненавидит жизнь. Трикси первый в итоге по натурсу. Уэра немного не сложилось, все мешало нам там бэтрайдер формить, поэтому уэра все не так здорово. Я думаю, скоро барабан себе уже доделает. Фнасик готовый теперь уже переходить в агрессивный режим, готовый ломать вышки. Трикси ломает пока что первый тавер. Скоро будут собираться уже все вместе, уже пространство на карте достаточно, для того, чтобы можно было перемещаться вторым в четвером. Откатился Чейн Фрост, ну и сейчас уже в идеале хотелось бы попробовать убить вот этого товарища. Из угла подглядывать за ним Флай, но Соло делает вид, что он не замечает. Так? Чейн Фрост, убил бы. Дотягивается и Чейн Фрост полетел. Соло стик нажал молится, живет все-таки. Последний удар и добивает, все-таки лично дотягивается. И параллельно здесь поймали и убили Безезет. На ты, на суперлог ХП и здесь еще и Габлак погибает в итоге. В общем, 4-12 счет. Фнатик уже просто не остановить. здесь давайте посмотрим. Здесь вышку пытаются забирать. В принципе, разменяться с твоей рамой для Рокс было бы неплохо, но стампить нажали, сразу телепорт, полетает Хани, седой бежать. Ёла, телепортируется, глаза разбегаются, кого же убивать. Вот на Хейс другого летел, в общем, все пошло не так, еще крипу удвинул напоследок. На, получить злой гарпи и бежать. Эра, пытался устроить какой-то план перехват, но Хейс то он не учитывал. Ну что, давайте смотреть графики, как здесь все выглядит. Фнатик потеряли сейчас вышку седой, все-таки уничтожил Тауэр, никого при этом не потеряли сами Рокс. Но у Фнатик все еще есть преимущество в 3000 по золоту. Ну и больше 5000 по офту это все эти убийства. Понятно, что дальше будет только хуже. Вот, например, по ее с ультимейту Гирокоптера тимфайт потенциал все больше и больше с каждым уровнем у команды Фнатик. Хани, блин, дабл дамедж. Тини. Пока что рецепт на свой барабан фармит, но у Тини видно, что были неприятности, нужно дать ему немного пространства сейчас. И Фнатик с удовольствием готовы это делать. То есть сейчас можно развлекаться, пускай стрелы, пытаться кого-то ловить. Рыбачит здесь Трикси. Бэтрайдер только-только доделает свой блинк. 12 минут, казалось бы, ну не самый поздний блинк даггер, особенно учитывая, что три раза погибал соло. Но уже у самих Фнатик уже базовые слоты имеются. То есть у кого-то барабан просто на выживаемость у кого-то сейчас, ну не скоро еще, но должна появляться Мека. Ну и Кентару всегда будет готов в контр-ганкнесс. Продолжает, Рекси, по-хитрому подсиживать БЗЗ. Так, видит, что идет. Аккуратно. Трикси хочет залепить стрелу через деревья, так чтобы стрелы не было видно, но никак не подберется. Как забрасывают здесь, не совсем понятно. Видно, что стоит, смотрит, прикидывает, триангулирует. В итоге стрела полетела в елоту, запаниковала, стрела уворачивается. Ну непонятно, что здесь сделать. Стоят вдвоем и пока что просто тратят время. Поэтому приходит к ним невидимо Ханни, пробежался он прямо под вардами по центре. Идут сразу же навстречу, выходят из Мока. Нажали, не видим Смирана здесь, однако, с центре вард, однако параллельно здесь уже убивает Соло. Чеймф Рост на него потратили, но это того стоило. Тот влетел с блинка, пытался что-то делать. Посмотрим, нет, не тратил он свое лассо, как минимум. Невидимо, на Тейл. Приходит, пожалуй, нет, успел забросить ультимейт, конечно, погибнет он здесь от Эдвар Титана, влетает еще и БЗЗ, и в итоге минус 2. Все живы с стороны Рокскиз. Трикси пришел, дал стрелу, понимая, что опоздал на праздник жизни. Пытается добить Йоу, скорее всего добьет, но помогает Габлак, да и сам ел. Не так просто. Шлогрэй всегда есть. Выживает Рикси и Флай тоже успел улететь. Потеряли Кентавру, потеряли Герокоптера. А Трикси тем временем добивает практически уже вышку. Вышку добил. Готов воевать с Сидэм. Сидэй Сауру бьет очень больно. Влетает еще и Бэтрайдер. Огромное количество урона вне Сэра, но чуть-чуть буквально не хватает. То есть еще какой-то спел и здесь обоих бы убивали. Но, к сожалению, для Фнатика Эра там был один. Как минимум вышку убил. То есть того это стоило. Эмбра пока на базу. Сейчас вернется обратно на Ремнуто. Ну Эра, пора бы быстрее получать свой агоним. Пока. Так, попался Каблак. Есть Бороу Тайм. То есть сейчас включится ультимейт. Но за ним просто ходит. Замедлили. Колдауном Герокоптера. Ну и разрезали пополам. Так, здесь. Погоним. БЗЗ гонится. За Флаймфлай он убивает. Флайс горит просто от Силинг Чейз, но на Тэг готов гонять этого самого товарища. Мана, правда, нет совсем. Даже на ракету, но, к счастью, стрела помогает. 8-15 счет. Насик продолжает вести. Пытаются размениться, пытаются как-то набегать за разом Рокс. Но с каждым разом размены выдаются все хуже и хуже. Соло пока дофармливает, питает свой Блинк Дайгер. О, Блинк Дайгер Форстаф. Знаю, что если он влетит, если он не отфорстафит свою цель поближе к Саиме, его сразу же просто прикончит со всех своих кнопок. Ну и самый большой вопрос, кого тащить? Пожалуй, Лича в идеале. Лич будет собирать Мекку, Лич будет Мекку нажимать. Плюс есть у него Чейн Фрост. Но в то же время, если Лича злосон не убивает, Лич просто разворачивается и дает Чейн Фрост во всю толпу. Тут может быть чревато. Отчаянно копит на Баттлфьюри свой Эмбр. Клеймер уже есть, но до Баттлфьюри еще благовато. Ну что, последний. Тирадин Тауэр. Именно из-за этого здесь стоят как Сидой, так и Габлак. Просто стоят, смотрят, расчищают крипов раз за разом. Остальные фарми от лес. Мирана прожимает невидимость, опять забегает в этот раз. Центра Варда здесь нет. Центра Вард уже пропал. Здесь уже никого не осталось. Понимаешь, что с этой стороны чуть ли не вся команда, как бы сейчас. Эти путешествия не закончились сплошным провалом. Есть, конечно, пока смог. Ультимейт Мирана уже закончился. Так, пошел соло. Сам тоже в смоке смог. От команды Рокс теперь хотят на мид как-то напасть по-хитрому. Так, хватает. Хватает, что это на тыл. На тыл в принципе не жалко, он саппорт. Успеет ли нажать кнопку какую-нибудь? Нет, не успел. Ультимейт побросить. То ли не захотел, то ли просто не стал. Ну и наконец Фнастик собирается. Полетела стрела. Просто в клепа. Соло без ультимейта его никто не должен бояться. Влетает. Соло успеет среагировать. Заметил он Кентавра. Ну и вышку здесь пытается донать. Последний удар вышки. Пока что Фортифай. Пошел БДЗ до конца с щитами. Будет его спасать, если что. Так, ну и ультимейт Кентавру на соло напали. Соло пытается разрубить. Соло сразу погибает. Пришел уже Гирокоптер. Здесь в габлака все сдали. Высыпляет всех Адер Титан. Летает член Фрост. Габлака должен добивать. Габлака действительно добили. Здесь Седой пошел пытаться добить. Пытается добивать Ханни. Ханни дает им просто хуфстомп. Ну и Седой погибает от ракет Гирокоптера. В живых остался только Дазл и БЗЗ. И за Дазлом летит ракета. Дазлы сейчас тоже должны добивать. Безысходность, в общем-то. Бежал, смотрел, как за ним летит ракета и просто так вот взял, погиб. Постепенно вырисовываться уже на Штром Трикси. Но дела идут на поправку. Постепенно утяните. Тяню уже второй по Нетворцу. Сейчас скоро будет уже первый. Догонима осталось. Не так и долго, то есть чуть больше тысячи. И сейчас можно будет и вышку забрать, и на Рошана сходить. Скоро уже, скоро Насик будет готов драться. Очень смело. Главное не терять ключевых героев, то есть не терять Тинни, не терять Мирану. Кентавр, в принципе, уже есть у него худ. Если погибнет пару раз, не так жалко. Ну и Гирокоптер показывает, что не зря его взяли. Саппорт Гирокоптера достаточно эффективный. То есть ракету он дает, ракету замаксил. Рокет Бараш тоже идет ультимейтом, всех замедляет, даже в Блэкинбарах. В общем, полезный. Конечно, не то, чтобы привычный нам саппорт, который просто ходит с Дизейблом, но Дизейблов хватает. Есть и стрелы, есть и станы Кентавра, есть станы Тинни. И поэтому ни к чему убирать саппортов Станнеров совсем. Ох, какой здесь стак. Появится в Тинни бревно, но он всех этих динозавров-драконов должен расщеплять очень быстро. Так, ну и прогресс по бревну. Уже, в принципе, бревно доделано. Вот буквально 10 монет последнего медведя добивает Эра. Хватает на гоним, осталось принести и можно уже, в принципе, даже телепортироваться и бежать стак расчищать. Так, нажали ваниш. Как-то не совсем понятно, зачем. Забрал Хейс с седой. Очередной Смог покупает себе с Соло. Доделан наконец Форстав. Ну, а Смог уже нажали Фнасик. Эра пока пойдет сейчас фармить стак, поможет ему там, наверное, герокоптер с Лакеном потом посмотрим. Герокоптер не так много урона, чтобы он сильно помощь оказал. Так, ну и осталось всех найти. Стрелы проверяют? Нет, здесь никого нет. Все просто по меду здесь идут. Ходят тоже Смоки. Пошел Соло искать и находит Тини. Вот он Тини. Хватает его Соло. Оттаскивает их своим. Хватили урона. Эрсплиттер дали. Эра сищает. Стампит ему дали. Эра просто бежит. Ультимейт герокоптера. Там Хейст наступает на стрелы седой. И несмотря на все, Хейст погибает. Погибает теперь же Соло. Габлак. Последний живой. Прилетает наконец ТБЗЗ, который просто не участвовал во всей этой авантюре. Ну и как видно, для него это оказалось к лучшему. Улича есть уже второго урня. Айс Армор. Рошана здесь должны убивать очень быстро. Танковать можно и Кентавру надать Рошана. Пока что Эра занят. Получается таны. Просит застакать еще разок динозавриков на тылу. То есть сейчас просто максимум золота соберет. Эра. Возможно даже появится у него какой-то кусок керасы сразу же. Сейчас мы посмотрим. Было у него пять сотен. Теперь тысяча забирает Эггис. И сейчас нужно все это вот дело как-то убить. Как бы сам не убился об этом все дело, но брони хватает. 4 плюс 12 брони. Квеллингблэйд есть. Брин, но сильнее, чем динозаврки. Ну видно, что хватает уже на Гиперстон, плюс еще пара драконов осталось. То есть сейчас будет 3000 практически. Кьюэра. 2700. Ну так вот форманул. Длина ты вот здесь прилетает. Владмир Софлинг. Ну и вот он гиперстон, до керасы осталось буквально пара тысяч. все еще стоит метауру урокс. Пока что не нападали сами фнастик. Но фарма выносит с карты столько, что я думаю буквально минут через 5 уже как бы фнастик не пошли заканчивать. Должен появляться пайп, хватает уже на рецепт хани. Через минуту появится пайп, но я думаю через 2-3 минуты появится уже и кераса. Здесь почти хватает уже на плейтмейл, ну а дальше уже проще. Ну что, смотрим графики. 6 тысяч есть фнастик по золоту. В районе 15 у них преимущество по опту и как раз это преимущество по опту. 15 тысяч на 23-й минуте. Должен он сейчас сыграть, но фнастик не торопится. Они аккуратно отыграют, они ждут слотов, они знают, что с одним слотом ломиться на тир-2 не лучшая идея. Конечно, есть пока тир-1, но это можно будет потом между делом просто забрать. Трикси тоже пока фармит, нужно доделать мельнир. Задача поставлена, нужно выполнять. Надо тоже между делом что-то допофармливать. Пытался он хоть что-нибудь застакать, но везде все все фармят. Получилось застакать в итоге медиум кэмп. Но опять же, только рецепт остался, то есть тысяча золота появится керасом. Он даже синие в вышке будет просто не замечать. Как раз шестнадцатый уровень к тому времени должен появляться. Я думаю, придется подраться для получения шестнадцатого. С нейтралов много опыта сейчас не соберешь. Разве что опять здесь стак? Здесь действительно стак. Летит курер. Интересно, зачем? Там седой покупает блэкин бар. Давайте посмотрим, как дела у Рокса. Действительно, здесь Баттлфьюри 1300. Обычный ботинок Эмбрспирита, габлак. Пытается доделать форстаф, скоро хватит уже на рецепт блэкин бар. Мы уже заметили все замечательно. Здесь просто два брейсера. Здесь на свой блэкин бар копит соло. Ну что, выходит наконец тени, выходит он на мид. Бросает скрипами всегда полетела сразу туда ракета. Летает БСЗ. Привязывает. Привязывает Эру. То есть он готов впитывать вообще весь прокаст. Ему не жалко. Эхо-стамп никуда, но и вышка уже падает. То есть вот так вот без драки спокойно Тауэр забирает. Так, влетает Ким Тауэр. Отличный стан. Хо-стамп на троих. Седой пойма Седой пытается Форстайф пытается его там как-то дефать. Ну и в итоге под фокус падает БСЗЗИТ. Полетел здесь. Замечательный Чейн Фрост вошел. Достался и Даззлу. Здесь правда неплохой Эрсплиттер получился. Седой до конца и Трикси похоже убивает. Да, действительно. Убийца со степлером. Одного задней просто идет и бьет. И конца этому нет и края. Флай все-таки выживает. Спасает его Трикси. Но это Симвайп. Два их потеряли, конечно. Фнатик. Проблема с вышкой что танковать. Вышка тоже некому. Приходит на конец Китауру. Крипы мне просто убиваются. Так, на сурной-то у них. Герокоптер был сурной. Герокоптер убили. Наро готов. В принципе, я думаю трассе он свой Эгис. Если сломает, он сейчас Тритрей здесь нажил. Правда, уже БЗ. Можно его убивать, пытаться. Так. Дали стан, дали даблэдж. Спасает Дазл. Прилетает. Наконец-то Солон начинает таскать Ханю во все стороны. БЗ все еще живет. Айги, стереотини. Эра пытается что-то с разворота сделать. Крутится во все стороны. Надо отходить. Стики Напалмы сейчас всех обмажут. Будет неприятно. Стампит есть, если что. Эра просто бежит с разворота. Пошел на Габлака. Ну вот она, стрела. Можно постоять, посмотреть, сейчас пройдет ультимейт. Оставляет этих саппортам, а пошел дальше сам. Убивать всех остальных. Кирас уже есть, почему бы и не закончить этот матч. Похоже, так вот думает Эра. Прохилить урной. Нужно действительно немного оклануться, как-то прохилиться. Ну, к слову, даблдамидж лежит на речке, можно забрать. Должен говорить, сейчас на тыл. Приходит, дает ауру Эре, чтобы тот прохилился. Так, ну и вот он, даблдамидж. Забирает тинюю бутылку, потом потратит. Пока что не второй, а пацаны возвращаются сюда. Дают возможность команде Рокс выйти просто с базы. Рассредоточиться по карте, потом будет проще их по одному отлавливать. До Рошаны есть время. Айгис уже потрачен. Можно еще один стердос ломать сейчас, почему бы и нет. Даблдамидж есть, драться. Готово, с большой ход у Эра есть уже илминатор. Как бы здесь не появился сатаник. Чем убивать эту тинюю пока совсем непонятно. Так, невидимость. Летает во все стороны БЗЗ. Ну, вышку сломали. Так, ультимат Кентавр нашли Йола. Сдали мне все подряд, Йола добили. БЗЗ тем временем нашел здесь весь этот стак. Пытается жадничать. Пора просто улетать. Чейф Рост, сбивает эллипорт. БЗЗ улетает, продолжает летать по ремнантам. Хани в погоне. Но смотрели мы туда. Надо было сюда смотреть, потому что здесь уже всех перебивали. Соло. Соло последний живой был. Помимо БЗЗ. Ну и здесь падает сторона и сейчас упадет уже вторая. Я думаю, на этом уже все. Да ламы вторая сторона и раз. Ну, что я могу сказать? Очень агрессивный драфт с Кентавром стенят командов натик. Кентавр тени и эмирана. На карте пространства нет совсем. Везде, страна, везде прокажет. Чуть ли не на 1000, на 2000 кп. Ничего с этим не поделать. Как ни пытались драфт вокруг этого Рокс Кис, по убедительной подрафтности не получилось. Ну что, Фнатик побеждает 2-1 в итоге. Достаточно интересные были у нас сегодня серии. Одну серию Рокс выиграли, вторую проиграли. Но тем не менее, на сегодня это все. Последний матч был на этой неделе. Напомню, вернемся во вторник. Ну и спасибо всем, кто смотрел. До встречи во вторник. До свидания.